Всем привет! Я подготовил ряд, то есть у меня есть 5 частей видео, в которых вы узнаете о графических элементах, как определить столкновения, их друг с другом, вот в данном случае идут столкновения, и как отрисовать анимацию и заставить что-нибудь двигаться. Вот в данном случае у меня двигается зомби, останавливается и атакует. И то же самое в другую сторону, останавливается и атакует. Вот здесь столкновения стандартные средства, ну и отрисовка картиночек и еще обработка кнопочек. То есть для этого всего мы используем, то есть я использовал стандартные средства графики QT, то есть это не OpenGL, то есть это все добро, можно развернуть на весь экран и создать вполне себе такую красивенькую игрушку, в которой вот посоздавать вот эти графические элементы и сделать неплохое очень приложение, красивое и неплохое приложение. То есть в этом ряде видео вы познакомитесь, что такое график items, графический item, также что такое у нас график view и что такое сцена. Ну кроме всего я здесь еще как бы в своих частях видео об этом, обо всем говорю, но я еще поставил какие-то комментарии. Вот, соответственно в первых там четырех частях вы познакомитесь, как создать кнопочку, как на эту кнопочку навесить события, как сделать так, чтобы можно было обрабатывать события этой кнопочки. Далее, как налепить на нее картиночку, чтобы это была кнопочка с картиночкой, вот, то есть графический item, как эти кнопочки двигать, как определять столкновение и в бонусе в пятой части, как бы я это не рассчитывал, но решил уже быстро сделать. Вы узнаете, как сделать анимацию, анимацию на основе спрайтов. Вот, что такое спрайты, уже говорить не буду, я думаю, вы гугланете сами. Вот, кроме всего прочего, вы познакомитесь, что такое сигналы и слоты, для чего это нужно и как и где это используется. Кроме всего прочего, вы познакомитесь с системой ресурсов Qt, то есть файлики можно хранить в специальном файле, файле ресурсов. Этот файл ресурсов будет вмонтирован в бинарный файл, в исполняемый файл, и вы уже то, что вы не хотите потерять, вы никогда не потеряете. То есть оно будет поставляться вместе с вашим бинарником. Так вот, здесь затронуто много тем маленьких, то есть много тем, но по чуть-чуть. То есть это графика с средствами Qt, это сигналы и слоты, это ресурсы, система ресурсов Qt, это анимация, как рисовать спрайты. Вот, ну в целом все. Поэтому всем, кому интересно, жмем описание под видео, и в этом описании вы найдете ссылки, прямые ссылки на все эти пять частей видео. Вот, ну в принципе все. Поэтому всем спасибо за внимание. Если вам это понравилось, распространяйте, помогайте каналу развиваться. Если канал будет развиваться, таких видео будет гораздо больше, и функционал будет побольше и посерьезнее. Вот, поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем, жмем колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok